Сегодня 8 октября великий праздник, день успения преподобного Сергия Радонежского. А он, как известно, не гнушался ни духовной работой, ни физической. Например, он любил колоть дрова. Международная организация труда тоже решила задуматься о работе и предложила ввести четырехдневную рабочую неделю. А как к этому отнесутся жители Сергиева Посада? Чем люди лучше, больше работают, тех у них в голове дурных мыслей меньше. Работать пять дней или шесть, или неделями, как некоторые работают, это сложно, мне кажется. Особенно в такую погоду ездить. Что будут делать? Больше пьянствовать, больше гулять. От безделья народ, ну как, разбалывается. Далеко не все жители Сергиева Посада считают, что переход на четырехдневную рабочую неделю – хорошая идея. Многие из них сразу же задаются вопросом о зарплате. Слишком много ухода. Мало денег платить. Тогда согласна, зарплата будет хорошая. Плохо. Почему? Зарплата меньше будет. А если такая? Тогда хорошо. Медиков проблема переходить или не переходить тоже заинтересовала. Главврач первой городской больницы Колоскова Ирина Владимировна уверена, что увеличенный до 10 часов рабочий день никак не улучшит производительность труда. Когда сбиваешь установленный четко ритм, то люди могут вместо ожидаемых положительных каких-то эмоций со стороны здоровья, они могут дать обострение многих заболеваний и ситуаций. Однако, несмотря на сомнения, Сергиева Посадцы с удовольствием рассуждают о том, чему посвятить лишний выходной. Я бы пошла в театр, в кино. Заделась бы в своем курсе. Больше времени на семью, на детей. И пока комитет Госдумы по труду только собирается рассматривать эту инициативу, жители Сергиева Посада уже все для себя решили. Они выбирают трудиться. Елена Цифаркина, Николай Пантюшин, Ивантеевское телевидение, специально для фестиваля «Братина».